Сегодня узнайте, как пост может помочь вам подключиться к сверхъестественному от Бога. Оставайтесь с нами. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Слава тебе, наш Господь, во имя Иешуаха Машеаха. Аминь. Возможно, вы думаете, почему я так делаю? Делаю вот так рукой. Это символ Слова Божьего, которое, как меч, живое и действенно. Сегодня мы продолжим очень помазанную серию проповеди под названием «Пост за Царство Божие». Если вы не слышали предыдущую часть этой серии, то я очень рекомендую вам прослушать ее. В конце программы вы узнаете, как получить всю серию. Вначале я заложил основание этой темы, рассказав о своем личном опыте. Когда-то я был не способен поститься, пробовал несколько раз, но длилось это совсем недолго. Но Господь сверхъестественно пришел ко мне в ночном видении, и после этой встречи я смог поститься долгое время. Поэтому важно, чтобы вы прослушали первую часть. Думаю, она многим из вас поможет, если вы никогда не хотели или не могли долго поститься. Узнав о моем опыте и об истине, которой научил меня Дух Святой, вы тоже сможете поститься. Я не хочу никого напугать. Все мы проходим разные периоды жизни, и каждого из нас Бог призывает к чему-то своему. Но на иврите слово «пост» — это «цум», и оно обозначает удерживаться от еды. Писание говорит о различных типах поста. Многие посты подразумевают воду, но не еду, но есть и исключения. Например, Моисей был на горе Синай без воды и еды. Но большинство постов, которые имеют отношение к питанию, подразумевают воду, но полный отказ от еды. Они бывают разной длины, и Дух Божий каждому из нас отдельно говорит, как именно применять эти принципы. Но вы должны понять, что каждого постящегося ждет награда. Величайшая награда за пост — ради царства, ради того, чтобы приблизиться к Господу. Пост производит духовные результаты, которые помогают нам лучше осознавать сверхъестественное, божественное пребывание в нашей жизни. Например, в Евангелии от Марка говорится именно про это. О посте идет речь. Слово «вечно», трава засыхает, цветы вянут, а Слово Божие пребывает всегда. Поэтому я предлагаю сегодня открыть Евангелие от Марка, 2 главу, и посмотреть, что же говорится с 18 по 20 стих. Это ключевой стих, чтобы понять принципы поста, о котором мы сегодня с вами говорим. Также очень важно, чтобы у нас была мотивация поститься. Иисус говорил, «Мои ученики не постятся сейчас, потому что я с ними». Гости жениха не постятся, когда жених с ними. Не так ли? «Ученики Иоанновы и фарисейские постились». Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Иисус сказал, «Но придет время, когда жених будет взят, и тогда они будут поститься». Иными словами, Иисус говорил, «Моим людям нет смысла поститься, когда я среди них, но когда я буду взят от них, они будут поститься». А зачем его последователям поститься, когда он будет взят? Они будут поститься, чтобы ощутить его сверхъестественное пребывание и близость с ним. Когда Иисус был рядом, они могли обнять его и прикоснуться к нему, поэтому не нужно было поститься. Но когда Иисус вознесся на небо, и нам нужно было полагаться на Дух Божий, чтобы пережить близость с Богом, тогда нам и понадобился пост. Иисус ожидал, что его последователи будут поститься. «Когда мы воздерживаемся от обычных вещей ради получения необычных, мы входим в большую близость с Богом. Этой награды уже должно быть достаточным. Пост укрепляет духовного человека и помогает нам ходить в полноте Духа, чтобы переживать сверхъестественное пребывание Царя Иисуса в нашей жизни. У поста есть преимущества». Отец пообещал награду тем, кто будет поститься. А величайшая награда — это сам Иисус. «Послушайте, когда мы воздерживаемся от еды или других вещей, о которых говорит нам Господь, возможно, это интернет или музыка, что бы это ни было, если вы воздерживаетесь от чего-то обычного ради того, чтобы приблизиться к Богу, то вас ожидает награда. А лучшая награда — это большее проявление Божьей любви в нашей жизни. Когда мы укрепляем нашего духовного человека, сопротивляясь естественным импульсам, мы говорим «нет» естественным вещам — еде, интернету или соцсетям. Если мы воздерживаемся от чего-то в естественном мире только ради того, чтобы сказать Богу, «я люблю тебя», «я воздерживаюсь от этого, чтобы стать ближе к тебе», то в результате этого ваш духовный человек погружается в духовную сферу и укрепляется. Вот почему Писание говорит, что сразу после того, как Иисус крестился в реке Иордан, Отец сказал «ты мой любимый сын, и в тебе мое благоволение». Сразу после этого Дух Божий повел Иисуса в пустыню, где Он постился целых 40 дней. Поймите, что это было не случайно. Это было частью Божьего замысла, генерального плана Отца для жизни Иисуса. У этого была причина, и довольно резкая. Вы думаете, Дух случайно повел Иисуса в пустыню, чтобы поститься 40 дней перед Его первым чудом? Нет, это случилось, потому что именно в пустыне, во время поста, Иисус готовился к Своему служению. Дух Святой повел Иисуса в пустыню, чтобы поститься там 40 дней. После пустыни Он вышел в силе Руаха Кадош, или в силе Святого Духа. Там Он противостал дьяволу, когда противостал естественным вещам. Когда дьявол сказал «Преврати камни в хлеб», Иисус сказал «Не хлебом единым будет жить человек, а Словом, исходящим из уст Божиих». Противостоять дьяволу и обычным вещам, Дух Иисуса так сильно укрепился, что, покинув пустыню, Он смог совершать чудеса и знамения, и проповедовать Евангелие, которое сегодня знают во всем мире. Когда Иисус пришел в этот мир, Он ходил по этой земле не как Бог, со всеми Его правами, а как человек, который полагался на Святого Духа. Я скажу это еще раз, чтобы вы услышали и поняли Меня. Иисус — это Бог воплоти, «Но когда Иисус ходил по земле, Он оставил все Свои божественные права. И когда Он творил на земле чудеса, Он творил их не как Бог, а как человек, полагающийся на Духа Святого». Поймите Меня правильно. Он был больше, чем человек. Но чудеса Он творил как человек, полагающийся на Святого Духа. В послании к филиппицам сказано, что хотя Иисус существовал как Бог, Он не стал держаться за свое равенство с Богом, а вместо этого отказался от всего этого, чтобы стать рабом. Иными словами, когда Иисус ходил по земле, Он делал это в полной зависимости от Руаха Кадыш. Именно поэтому Он отправился в пустыню, чтобы полностью положиться на Святого Духа. А после сорокадневного поста начались невероятные чудеса и знамения, и проповедь Евангелия. И все это делал Бог-человек, Иисус Христос. Я хочу, чтобы вы узнали это из Евангелия от Матфея. Но получается так, что в этом отрывке Иисус постился не от воды, а только от еды. Получается, что воду Иисус спил, но ничего не ел. Давайте вернемся немного назад. Я хочу быть уверен, что вы правильно меня поняли. Когда я сказал, что Иисус творил чудеса, не как Бог, я не имел в виду, что Иисус не Сын Божий. Я имел в виду, что Он действовал в мире, не полагаясь на Свои божественные права, а полностью полагаясь на Святого Духа. К этому подготовил его пост. Пост. Перевел его на другой уровень зависимости от Святого Духа, чтобы сила Божия смогла проявляться в его жизни на полную. Итак, что же говорится в Евангелии от Матфея, 4 главе? «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола, и постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Это прекрасный пример того, к чему может привести пост. Он открывает для нас окна небесные. В Торе тоже есть такой пример. Это пример Моисея. Вы знаете, что когда Моисей получил откровение, которое мы сегодня называем Торой, или пятью книгами Ветхого Завета, он получил это откровение именно в тот момент, когда постился. Вы знали об этом? Я хочу, чтобы вы узнали эту историю, которая записана в Исходе, 34 главе, в 28 и 29 стихах. Обратите внимание, что пока Моисей молился 40 дней и 40 ночей, Господь дал ему откровение, которое стало для нас Ветхим Заветом или Торой. И сегодня каждый может держать в руке Библию и иметь в себе это откровение. Как мы видим в Писании, Моисей окунулся в Божию славу. Он постился 40 дней и 40 ночей, и его кожа начала сиять. Я видел это в людях, и вы, наверное, тоже. У вас было такое, что вы смотрели на человека, полного Божьей славы и радости, и божественной энергии, и видели, что он светится. В нем есть какая-то сверхъестественная красота. Да, это происходит и сегодня, поверьте. Итак, давайте прочитаем Слово Божие. «И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил. То есть Моисей воздерживался от воды и от еды. И написал на скрижалях слова Завета, десяти словия. Когда сходил Моисей из горы Синаи, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Однако, если тот же человек, который постился полон страха, волнений или безнадеги, он выглядит совсем иначе. Энергия внутри человека полностью меняет его внешний вид. Моисей был настолько полон силы, или энергии Божьей, что начал светиться. Я заметил такие изменения даже в себе. Несколько лет назад мы снимали «Как я рассказываю историю своей жизни». И когда я сидел на диване, рассказывая свою историю, я начал рассказывать о своей жизни до встречи с Богом. И когда я сидел и рассказывал о своей юности, я выглядел старым, под глазами появились смешки, во мне не было жизни, я выглядел изможденным. Но когда я дошел до того момента, когда в моей жизни появился Иисус, когда Он сверхъестественным образом вошел в мою жизнь в ночном видении в 1978 году, я обрадовался, и внезапно мое лицо просветлело. Всего несколько минут назад мое лицо было старым и изможденным, но вдруг оно ожило. Моя кожа стала выглядеть моложе, в глазах появился свет, а на меня сошла сила и слава. Я стал выглядеть на 10 лет моложе. А почему так произошло? Потому что сила Божия начала сиять сквозь мою жизнь. Мы должны полагаться на Духа Святого в нашей жизни. Иисус сказал, что в Нем есть жизнь, а Его жизнь и свет светят всему человечеству. Запомните, пост помогает нам принять эту жизнь от Иисуса. Иисус сказал, «Когда жених будет взят, вот тогда гости будут поститься». Сейчас мы полагаемся на Святого Духа. Когда Иисус был с учениками, они полагались на целесную близость к Иисусу. Помните, на последней вечере Иоанн лежал на груди у Иисуса. Вот как близки они были. Но сейчас Иисуса здесь нет. И единственный способ, как мы можем устанавливать связь с Ним, это находясь в Духе. Когда мы постимся от обычных вещей, чтобы стать ближе к Богу в сверхъестественном, мы получаем силу, получаем подкрепление в душе через Святого Духа. Бог обещает вам награду за пост. Хочу обратить ваше внимание на некоторые слова из Писания. Это следующий отрывок, который мы прочитаем с вами. Находится он в Евангелии от Матфея 6 главе. Иисус сказал, когда поститесь. Он не сказал, если вы поститесь. Или для тех немногих, кто постится. Можно сделать вывод, что пост можно отнести к культуре царства. Итак, 16 по 18 стихи. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися. Поэтому он говорит своим ученикам, когда вы поститесь. Я думаю, что эти слова можно отнести к нам с вами. В следующей программе я расскажу вам, как поститься, поэтому не пропустите. Я преподам все так, что вам не будет страшно. Я дам вам ключи, которые вы сможете сразу же применять в своей жизни. Итак, Иисус сказал, так же, когда вы поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Как видите, тех, кто постится, ожидает награды. Ищите прежде Царство Божьего и Его праведности, и все остальное приложится вам. Нам нужно верить, что Бог есть, и что Он вознаграждает тех, кто усердно ищет Его. Я хочу сказать вам, что если вы отречетесь от плоти, чтобы получить больше от Духа, то Бог не только сделает так, что вы ощутите Его в своей жизни, но и вознаградит вас тем, что Иисус всегда будет с вами. Я очень люблю вас и хочу закончить эту программу молитвой, потому что я понимаю, что каждому из нас нужна сила для того, чтобы входить в пост. Отец, во имя Иешуа я прошу, помоги каждому, кто слышит меня сейчас, принять веру и необходимую мотивацию для поста о тех вещах, о которых Ты им сказал. Ты знаешь уровень готовности каждого из них. Спасибо за то, что мы можем что-то сделать, дабы приблизиться к Тебе. Ты сказал, «Приблизьтесь ко мне и я приближусь к вам». Поэтому, Отец, я благословляю каждого, кто слышит сейчас мой голос. Отец, приближай их к себе своей могущественной рукой. Во имя Иешуа Хамашиаха я молюсь. И напоминаю вам, дорогие, не бойтесь спаститься, в этом нет ничего страшного. Аминь. Во имя Иисуса я приказываю слепым глазам открыться, а хромым ходить ровно. Будьте исцелены во имя Иисуса. Будьте исцелены. Пастор, это Винни. Она родилась глухонемой, но после молитвы ее уши открылись. Во имя Иисуса вы исцелены полностью. я рад, что пришел сюда. Слава имени Иисуса. Обычно мои глаза опухшие, но сегодня Бог исцелил меня. Раньше я слышала только частично, но сейчас я слышу прекрасно. Я беру власть над всеми демонами, над всеми колдовскими духами. Сатана, я беру власть над тобой. Во имя Господа Иисуса Христа я связываю всех демонов. Сатана, я приказываю тебе отпустить эту женщину. Оставь ее в покое. Уходи во имя Иисуса. Освободи Господь эту женщину. Если вы еще никогда не приглашали Иисуса в свое сердце, то я прямо сейчас хочу дать вам эту возможность. Это только между вами и Богом. если вы хотите сделать это сегодня, то поднимите свою руку. Да, я вижу ваши руки. О, посмотрите на эти руки. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа, а сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность, возможность давать. Иисус сказал блажение, давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного сына. Если вы верите в меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько он побуждает вас дать. если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Дорогой Равин Шнайдер, пишу вам, чтобы поблагодарить вас за молитву, за мое исцеление. Бог услышал и ответил. Боль в бедре исчезла полностью. Вся слава Богу! Еще раз большое спасибо за ваши молитвы. Элизабет. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку, поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Тысячи лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за ним, то он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса», как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Равина «Семена Откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения Равина через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. В следующей программе Равин Шнайдер расскажет о наградах, которые ждут всех, кто постится. Не пропустите следующий выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Продолжение следует... Продолжение следует...